Как обеспечить безопасность туристов в пик сезона на Камчатке? Этот вопрос рассмотрели в ходе оперативного совещания правительства региона под руководством губернатора Владимира Солодова. На заседании отметили, что в рамках формирования безопасного и качественного туристического отдыха в крае проводится ряд мер, направленных на минимизацию рисков при совершении путешествий. Обеспечение безопасности туристов – это наша комплексная стратегическая задача всего правительства Камчатского края и Министерства туризма. И тут важно понимать, что туристический продукт является комплексным продуктом. Он состоит из различных услуг. Это услуги и различного транспорта, водного, авиационного, наземного. Это и услуги общественного питания, и услуги расселения, а не только услуги гидов и экскурсионных каких-то услуг. Поэтому как раз сложность всей комплексной работы состоит в том, чтобы грамотно координировать основные принципы безопасности оказания туристических услуг и, конечно, держать это в постоянном внимании. Сфера туризма в крае постоянно развивается. Ежегодно проходит обучение по программам доп. образования для экскурсоводов-гидов и гидов-переводчиков. В этом году по этим направлениям обучения прошли более 70 человек. В том числе аттестовано 148 экскурсоводов и 10 переводчиков. Также в регионе проводится информационная кампания о необходимости регистрации маршрутов в МЧС России. По сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных групп выросло на 16%. В 2023-м их было чуть больше полутора тысяч, в этом году – почти 1800. На сегодняшний день на Камчатке 152 легальных туристических оператора, 322 инструктора-проводника, 158 экскурсоводов-гидов и гидов-переводчиков оказывают услуги 29 маломерных судов, 992 автомобиля имеют лицензии на перевозку пассажиров, в том числе туристов.